здравствуйте добрый вечер мне удалось отдохнуть 25 минут потому что только буквально недавно закончилась первый урок хамоедения и мы сразу продолжаем вообще денек сегодня такой 2 часа говорил думал передавал сегодня мы разбираем кейсы 22.30 17 августа ну что же правила вы знаете спасибо не могу справиться у меня я прошу прощения у меня голос потому что мне пришлось последний час кричать чтобы мои зрители запомнили некоторые важные тезисы на хамоедение вот и у меня короче опять голос пропал чуть-чуть ссоре поэтому я либо буду говорить тихо либо я буду хрипеть надеюсь что вы не сильно по этому поводу разочаруетесь не могу справиться с не получается пожалуйста выбираем кейс желательно что-нибудь такое необычное только у меня к вам просьба это в прошлый раз у меня интуиция хорошая не называйте какие фамилии ладно а у кого вы там занимались как вас об наебали обманули и так далее потому что потом это детский сад обижается и начинает плакать и звать маму его избежание детских психотравм давайте не будем называть никаких фамилий вас очень прошу готов это детский сад не закончится никогда а подгузники менять большого желания нет какашками поехали мне получается справиться с дыханием лично все начинается с того что мне кажется что я задохнуть но здесь тебе нужен базовый курс я не могу разбирать такой кейс простой ну не душу простой хочешь такого дальше не получает значить новую жизнь продолжить ничего не понятно не могу справиться с тем что мужчина не ответил взаимностью когда сказала что люблю его привет привет первое хомовидение норм зашло спасибо спасибо вам дела хорошо и могу справиться с трансляцией после смерти близкого человека три года хорошо много справиться с атаками укр миллион психологов обошел денис ночи денис давай только эти очень прошу не называй фамилии психологов у которых ты был а то потом понимаешь детские психотравмы такое дело что потом успокаивать женам приезжать сисью в рот ссувать по голове гладить побереги жен побереги меня побереги людей поэтому если ты будешь не называй фамилии эти очень прошу хорошо потому что обостряются люди так денис 31 рус давай я тебя подключаю готовься в эти прямые есть алло да слышно мне добрый день привет и что я махку ты либо тогда не показывайся не показывайся ли показывайся полно так ты у нас голый да я так и думаю ну братан ну ладно давай тогда так хорошо половина тебя пусть будет да потому что я да ладно после фортзала чего-то в голове нету вообще не думал не думал что к вам попаду короче если честно но фортану короче да рассказывай что там у тебя с паническими атаками ну пускай будет так хорошо что у тебя с паническими атаками о кэр и чё там миллион психологов тебе не могут помочь когда началось расскажи сколько тебе лет мне значит 36 лет вот получается но полная семья у меня как моя сейчас полная семья двое деток вот жена подожди я я отведу сколько лет 36 36 лет так вот значит что началось у меня получается это в две тысячи семнадцатом году с головокружения просто начало головокружение вкладка воздуха когда на работе в этот момент служил там в одном спецподразделении спецподразделении вверху что ли да нет нет в россии так и что случилось на работе у тебя закружилась голова да закружилась голова начал там немного подташнивать вот пришел там тогда в тот момент служил пришел там к неврологам говорю голова кружится чем не поможете они говорят попей глицинчика и все пройдет вот вагон вагон причем глицинчика попить да глицинчика я попил ничего не прошло и через неделю у меня бабахнул первая атака крепкая расскажи про эту первую атаку крепкую где она была как домой пришел домой пришел закружилась голова начал кушать закружилась голова потом почувствовал что сейчас вот-вот потеряю сознание дошел да значит до зала лег в зале понял так лежал значит начал давление мерить давление было 160 потом 220 потом за какого зала ты дошел ну зал в зале ну комната в комнату да вот давление было потом 240 на 160 начало там а она речь дало меня забрала там скорая обследовали посмотрели всего с подозрением на инсульт ну это да стандартная процедура сказали слушай у тебя там все нормально ничего нету ты здоров иди домой потом началось подожди подожди а где паническая атака ты успел испугаться ну конечно это мне трясло ноги тряска сильно очень забились мышцы ног вот для всех а ты куда-то бежал ты спасался что происходило да я по комнате сначала по комнате метался туда-сюда получается а а вот значит дайте там то воды то скорую вызовите то мне плохо откройте окно там тут душно понятно а кто дома был ну родители были жена соответственно никто определить там в тот момент мне как бы не мог понятно в общем вызвали обследовался дальше в чем ну что обследовался потом много раз много госпиталей вот много скажем так много госпиталей влежал значит начиная от своего города заканчивая там москвой никто мне ничего найти не могли а там подожди извини Дима Денис а Денис а с каким поступлением ты заезжал в Москву в Москву заезжал у меня было я не выпиваю там как бы спортом занимаюсь у меня был ну низкий пульс получается 52 удара и меня направили Насква Иatives мне о чем понимают ээээ после Алексея меня уже направили. Когда начали здесь ряд обследований прошел, я ничего не могли понять, что с моим организмом. Очень сильно похудел. А на что ты жаловался? Мне жалобы сейчас твои нужны. Первая жалоба – это тебе головокружение, слабость. Паническая атака. С подозрением инсульт с высоким давлением тебя забирает неотложка. Делают исследования, не диагностируют тебе ишемический инсульт головного мозга. Отпускают со словами «хер его знает, что с тобой». Дальше тебе становится чего? Дальше мне становится плохо, и меня кладут в ведомственную больницу. Плохо что такое? Как это плохо? Ну, такая же штука начинается каждый день. Паническая атака. То есть давление, я снова вызываю скорую, задыхаюсь, сейчас вот-вот там сойду с ума, все у меня хана. Вот это поподробнее можно? Итак, дальше в течение дня ты начинаешь чувствовать дискомфорт и какие страхи? Страх, что значит, ну, нехватка воздуха, что я сейчас умру. Вот, просто умру. Умрешь или сойду с ума? Умру и сойду с ума параллельно. Тут оно вот две вот прям вот было вот четко прям вот. Да, вот. Это красиво. Я не уйду и сойду с ума. Это очень литературно. Прикольно. Ты не мог определиться, да, что тебе? Либо с ума сходить, либо умирать. Ну, да, сейчас, да, это смешно, но так. Это так было. Понятно. Сейчас, хорошо, подожди. Ты умереть должен был по какому поводу? По какому поводу? По поводу того, что я не буду, как это скажем, контролировать. Не смогу, наверное, сейчас понял уже, контролировать ситуацию. Мне станет там сердце, там, я не знаю, чего там у меня было в тот момент. Ага. И оно собьется с ритма. Ну, да, наверное. Понятно. А сойду с ума ты должен был по какой причине? С ума просто буду бесконтрольный. А, и что будет, если ты будешь бесконтрольный? Да ничего не будет. Это уже прошло. По панической атаке тебе все уже победил. Это понятно. Это не очень... Да это понятно, что дальше было, потому что панические атаки это не является проблемой. Давай дальше. Итак, боялся это, боялся с ума. Дальше что происходило? Ну, получается, дальше я что, приходил в больницу, делал обследование, там, голова, желудок у меня начал болеть, там, я не знаю, ноги, руки, все, во, меня обследовали. Сказали, слушай, парень, у тебя ничего нету, только вот у тебя пульс низкий, 52 удара. Наверное, от этого не хватает кислорода в голову, поедь-ка в Москву, пообследуйся там. А ты спортом занимался? Да, я же говорю, я всю жизнь спортом, я не выпиваю там. И что, врачи удивил пульс 52 у спортсмена? Ну, типа да, говорят, ну, наверное, вот это вот. Вот это еще один очень важный момент к нашему образованию, потому что пульс 52 в покое для спортсменов абсолютно нормальный, даже ниже. Потому что есть такое понятие, как сердечная декомпенсация тренированного сердца, это связано с историческим объемом. И наши врачи этого просто тупо не знают. Соответственно, это вот опять к вопросу, почему я занимаюсь образованием в нашей стране. Ну, окей, хорошо. Дальше. Тебя направляют в Москву с пульсом 52. Все, я, значит, в Москве там отлежался. Мне поняли, что там и сказали, в Москве парень, нет, у тебя с сердцем все в порядке, ты же спортсмен, едь домой. Все. А панические атаки у тебя в этот период были? Тревоги? Конечно, конечно, были, да. А в больнице легче стало? Да нет, легче не стало. Понятно, что мне там ничего не давали такого там, что массаж делали мне там, прыгай, бегай, ничего легче не становилось. А психотерапевта, психиатра тебя не назначили? Нет, не назначили. Я с ним проконсультировался. Это уже дальше следующая история. Она надолго. Вам будет очень интересно. Я думаю, даже если... Я вряд ли удивлюсь, но давай рассказывай. Просто мне нужен полностью твой анамнез, чтобы понять, что ты... Да, далее меня направляют в такое вот отделение тоже, где психологов много. Ну, не психиатрическое там, а то есть, ну, как бы, потому что слушаешь, нужно тебя обследовать. Вот. И обследуют, там меня психотерапевты, дают мне там нейролептики, антидепрессанты. Ну, и хожу там как вошня, короче. Такое обследование интересное с нейролептиками, антидепрессантами, еще галоперидопа, язычок тебе надо было поднатолкнуть. Ну, и, значит, по вене пустить себе фенозепам с аминозином. И вообще прекрасное обследование. Так, окей. Ну и все, оттуда я выписался соматофорной дисфункцией в виде сосудистой нервной системы. F45.3. Да, верно. Так. Ну, все, приехал к себе, я понял, что кроме меня, ну, на тот момент и вас, сейчас я вообще в шоке, что я к вам снова попал, меня никто меня никто не вытащит. Вот. Начал я читать, смотреть ваши там вот как раз эти вот панические отластики. Не называй, не называй фамилии, а то детский сад будет рыдать. Нет, я не называю никого, да, вот. Начал в форум, ну, соответственно, вас там читать, начал видеоролики тогда, это был 2000 на тот момент, 15-й год, я напомню, да, первый там, ну, их немного было. Значит, у тебя начало заболевания в 17-м? Ну, это, как бы, первый крист проявился в 15-й, неверно сказал, в 17-м я уже, получается, с больницы вернулся, извини, Алексей, просто. А, то есть, в 15-м году на работе началось, да? Да, да, да. А в 17-м ты уже выписался из больницы и начал смотреть мои видео? Да, видео начал смотреть, как вот, как раз там, справиться с паническими атаками, что понял, что понял, что делал? Что делал? Начал себя разбирать, прежде всего, менять свои установки с детства, то есть, с паническими атаками, с самим приступом, страхом, ты как работал? Ничего, просто начал понимать о том, что, ну, это просто выброс адреналина, что нужно просто себя держать в данном случае, больше расслабиться, то есть, ну, когда, здесь всем понятно, как я вспоминаю твое видео, я тысячу раз умирал, да, ну, это были там тысяча первых, да, вот, как бы себя... Я понял, я понял, у тебя был момент, когда тебя подкатывало, но ты перебарывал и не подкреплял каким-то своим бегством, то есть, не вызывал скорую, спокойно выдерживал нарастающее состояние и шагал дальше. Да, 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 то есть, выйду, там встану, там вдохну, там выдохну, ну, ладно, давай, ну, как бы раз и отпускала, то есть, как бы уже понимал, успокаивался. И больше страхов, ожиданий у тебя не было? Не было, да. Так, но было что? Ну, было что, у меня пришло на смену, после вот этих товарищей у меня пришло на смену, в момент того, когда я бросил эти антидепрессанты, у меня пришло ОКР, что я что-нибудь дома, сделаю плохое, там, с семьей и так далее. Вот. На смену у меня пришло то, что я по утрам начал, ночью вот не мог, по ночам не мог заснуть сумбур мыслей, то есть, одно, второе, третье, вообще хаатично. О каких мыслей сумбур, расскажи, пожалуйста. Вообще вот просто, вот там, кровать, стол, шифонер, там, окно, и вот так оно просто хаатико в голове, это сумасшедшее после вот рабочего дня, то есть, ничего как бы на смену нового не приходило. Хорошо. Вот. Это нарушенный сон был, получается, пару раз. Переходим к сегодняшнему дню, к тому, что у тебя с 15-го года 5 лет. Не меняется концепция. Хоть ты и не паникуешь и так далее, сегодня какие жалобы? Ну, сегодня у меня, можно еще добавлю, да, смотри, я начал работать, прочитал там книгу, тоже там, и не в ролл, все, начал работать с установками, не мог их победить, это я начал работать с такими, товарищи, как гипнологами, да. Так. Вот. Но мне эта штука не особо помогла. Это так, для сведения всем остальным. Но она не сильно новости. Да. Вот. То есть, как бы, денег там нормально, ну, а толку, ну, просто ничего. А что ты снимал, подожди, а что ты гипнозом пытался снять, скажи мне тут конкретно? Ох. Гипнозом пытался. Жалоба какая была, если панических атак не было, ты вот жалуешься на страх, плохо бы сделать с семьей, как-то ты жаловался. Гипноз, ты пришел, говоришь, здравствуйте, доктор, у меня что? Блин, ну, вот здесь такая штука, сейчас расскажу. У меня с детства началось, так, да, все идет с детства. У меня в детстве отец бросил, получается. Нет, подожди, братан, давай не без отца. Подожди, мы еще потрогаем. У меня нужна конкретика жалоб сейчас. Вот ты приходил к гипнотерапевту, и запрос как формулировался? Здравствуйте, меня зовут Денис, у меня... Да, у меня, значит, тревога, что я сделаю что-то с семьей, вот возникло, приемы антидепрессантов, вот, потом далее, значит, скачки давления о том, что я ночью задыхаюсь, не хватает воздуха, я не пойму, что это, то ли это, как это, апноэ, то ли что, по работе тюрьма не грозился? Нет, нет, нет. Хорошо. Да. Вот, потом далее, то есть, страх такой был, скажем так, вот, наигранности, то есть, знаешь в чем, во всех ситуациях, в которых бы я не, когда себя уже разобрал, я был не здесь и сейчас, да, вот, ну, играл свою роль, лицо растянул, и вперед с улыбкой выполнять то, что тебе говорят, вот что. Говорят где? На работе, в принципе, и в жизни. И если бы ты это не утянул, и видел бы себя так, как ты хочешь, что было бы? Ну, я был бы плохой. Для кого? Я был бы плохой, наверное. Для кого? Не знаю. Для общества, для... Пока не могу это понять. Денис, послушай, меня сейчас внимательнее. Я не стал тебя прерывать, потому что я хотел показать зрителям, как собирается, хотя бы примерно, анамнез болезни, да? То есть, насколько он должен быть дотошным. Я, вот, поскольку у нас с тобой разбор кейсов, я вот, чуть ускоряюсь в этом смысле, но если бы ты был моим клиентом, то я бы тебя бы еще бы расспрашивал бы очень долго про многие-многие детали, только истории твоей, да? Потому что это важно, собирать правильную историю. И правильно учить формулировать пациентов, формулировать свою историю. И это очень-очень фундаментально важно, это вот коллегам. Значит, что ты вообще знаешь про ОКР и что ты вообще знаешь про эту проблему? Ну, про ОКР то, что, скажем так, судя, я только знаю про ОКР из твоих роликов, да, что это момент подчеркнуть, насколько я буду плохой, насколько я могу быть плохим вот для себя, подчеркну только это и все. Ну, смотри, послушай, тогда чуть-чуть, да, можно это расслабиться. Значит, смотри, судя по всему, тактика твоя в жизни, это все контролировать, чтобы не подвести близких и себя, и быть для них каким-то очень таким вот, каким? Хорошим, наверное. Для семьи, для жены, для родителей, каким быть надо? Лучшим, хорошим. Лучшим, хорошим. А чтобы быть лучшим и хорошим, надо как себя вести? Примерно. А конкретнее? На работе и в жизни что надо быть? Каким? Максимально. Значит, достигать результатов, да? Да. С сторонними женщинами не встречаться? Верно. Не испытывать половых влечений сторонних. Ну, так. Быть хорошим сыном. Ну, да. Примерным отцом и семьянином, да? Да. Ага. И что в 15-м году, что произошло по этому поводу? В 15-м году был переломный момент, что я, получается, тогда, ну, работал, максимум жена в декрете была с двумя детьми, а они на работе сокращали, то есть, всячески пытались там, ну, скажем так, выдвинуть, выгнать. Как ты к этому относился? Пытался сконтролировать ситуацию, что ты уже понимаешь. Если бы тебя когда-то тебя пытались сократить или когда тебя хотели сократить, почему для тебя это было так тревожно? Все, крах, я не смогу не обеспечить там ни семью, ни детей, ни родителям, ни карьеру. И что это тебе говорит? Все не состоялся. А как ты думаешь, как сложилось в твое детство так, что для тебя состояться и не подвести близких является таким сверхценным? Сложный вопрос. А теперь про папу начинай подсказывать. Ну что, отец, мать развелась у меня с отцом. Мне было 10 лет, отец ушел, вот появился на смену отца. Ушел куда? Ну запил как-то и они развелись, короче. А ты до 10 лет его помнишь? Ну помню, да. Пока он не запил. Как у тебя с ним были отношения, когда он еще был трезв? Да, отлично, он всегда любил, обнимал, целовал. Любил, обнимал, целовал. Подожди, не торопись сейчас, сейчас я понимаю, что ты волнуешься, но постой, чуть-чуть не торопись. Любил, обнимал, целовал. Он для тебя был вот кем? Не знаю, наверное, вот таким сейчас я понимаю, миром, скажем так, частичкой какой-то любви, надеждой, наверное, вот, опорой. Так. Как тебе его не хватило, когда он 10 лет, когда тебе был, он ушел? Сейчас? Нет-нет-нет-нет, тогда, когда тебе было 10 лет, он ушел и запил, как тебе его не хватило? Блин, сложно сказать, долго там ситуации их не было, там обижал мать, как бы, вроде бы, как и ничего, ну, лишь бы мать не обижал на тот момент. Лишь бы мать не обижал. Ну да. А ты как его действия оценивал? Как? Как ты оценивал? Как плохие. А ты видел, как мама плакала? Да. И что тебе чувствовалось, когда это было? Обида, хотелось заступиться, быть хорошим, с ней быть. Ну, суть по всему, ты пытаешься не быть таким плохим, как твой папа для своей семьи. Ну, не знаю. Потом, потом, ситуация, Алексей Сергеевич, вне ловится так, что пришел в семью отчим и начались совсем другие пляски. А давайте вернемся к моему тезису. А что произошло в 2015 году? Тебя пытались сократить. Вот в целом, как и за что ты мог начать считать себя таким же плохим, как отец? Блин, не знаю, не подходит вот так. Но первое, ты говоришь, меня хотели сократить, и у меня возникает тревога, потому что если меня сократят, ты говоришь, я не смогу обеспечить семью, и я плохой. И вот эта концепция я плохой, если я не смогу обеспечить семью, я плохой, если случится что-то, это же говорит о том, что твои вот эти страхи вставить с ума, потерять контроль, это все история, что ты потеряешь контроль и не будешь эффективным для семьи, потому что для тебя быть хорошим и эффективным для семьи является фундаментальным. У меня возникает только один вопрос. Что произошло в детстве такое, что ты себе вменил, что ты должен быть для семьи таким хорошим? Варианты. Так как мы кейсы разбираем, да, не терапию ведем. Варианты. Вариант первый. Ты боишься быть таким же плохим, как твой отец, ты в кого-нибудь втюрился в четырнадцатом, тринадцатом году или в пятнадцатом. Вариант второй. Ты что-нибудь вытворил, за что ты себя винишь и не можешь себя простить. И вариант третий. Ты живешь не той жизнью, которую хочешь, потому что если бы ты не жил той жизнью, которую хочешь, ты бы себя за это винил. Третий? Ну, рассказывай. Я страшный человек. Ты боишься, я тебе скажу, что тебя фортануло, но не факт. Так. Да. И что мы подавляем? Ну, давай колись. Тебе не видно. Не знаю. Я... Ты знаешь, вот, честно скажу, вот в детстве, детство было просто вот очень интересное. Вот жизнь такая там, да, там, я не буду говорить, и служба, да. Разнообразная, ты хотел сказать. Разнообразная очень была. Вот то, чем пришел, да, тем меня начали все просто отвергать. Ну, вот по-простому скажу, обижать. И ты стал офицером. Да. Правильным, нормативным, ни шаг влево, ни шаг вправо, все поусталу. Верно. Так точно. Так, соответственно, вот эта твоя нормативность и уставная концепция, она как тебе? Силы мои все забирает она. Вот. И вот это я и хотел тебя услышать. Смотри, друг мой, значит, устав, это норма и правильность. Это и есть то самое ОКР. Судя по всему, пять лет тебе не становится лучше, потому что все эти пять лет ты находишься в хроническом внутреннем противоречии. Многие люди, конечно, не поймут этих терминов, особенно психологи в интернете, но я тебе расскажу. Внутреннее противоречие это борьба противоречивых тенденций. Одна твоя тенденция это быть настоящим, быть собой, разнообразным, современным, настоящим. А вторая твоя тенденция это твоя нормативность под названием твои нормы и правила. Обстоятельства это твой устав и твое нормально и плохо. И судя по всему, в пятнадцатом году у тебя уже так надоело быть хорошим и правильным и жить по уставу, что тебе пришлось просто это хронически терпеть и до сих пор. И было бы сейчас неплохо, если бы мы с тобой поговорили о том, от чего ты заебался по полной программе и что бы ты хотел изменить, но тебе за это стыдно. Так, ну, за что мне стыдно? Стыдно прежде всего это за то, что ты о, ну тут тема, я не знаю. Стыдно прежде всего это тема секса, секса это сто процентов. Давай так, я знаю, что там не нужно, потому что это все-таки паблик концепция, да, не нужно детализировать сексуальные, я знаю, главное, чтобы ты понял произносить, я тоже понял, что ты понял, все-таки это, ну формат такой, оно не очень супер. Нет, да там, там-то ничего такого, там ничего такого нет. Тогда говори, что там про сексу. Кого захотелось? Да, да никого не захотелось, просто ты, как бы, скажем так, все мысли, наоборот, никого не захотелось. Страшно того, что ты будешь, как это сказать, снова, да, но мы в одного крутимся, да, неверный супруг или еще чего-то там, но я за все время вот... Смотри, страх неверного супруга при этом, что ты не хочешь секса, немножко странно звучит. Нет, как сказать, смотри, ты хочешь это, но хочешь только, ну, супруга и все, ты хочешь, Денис, как ты говоришь, я хочу, но я хочу ходить правильно, по уставу, я хочу по уставу ходить, а видимо, хочется тебе не очень по уставу, и хочется тебе не очень в порядках твоих норм и правил, и хочется тебе так, чтобы вот, если бы сейчас была, Денис, волшебная палочка, давай эксперимент, хочешь? У меня есть волшебная палочка, и там она магическая, и никто не узнает ни о чем. И я тебе говорю, братан, трое суток в твоем распоряжении. Никто никогда не узнает, как эти трое суток прошли. Как ты будешь жить эти трое суток? Вольно. Нормативный ответ. Ты знаешь, вот, Алексей, прям вот в точку попал ты, ну, реально, я просто себя буду, наверное, чувствовать свободно. Вот ты сейчас прям вот от глубины копнул, я недавно думаю, блин, а что я в больнице, когда лежу, сплю там, высыпаюсь, если чувствую, отдохнувшим оттуда возвращаюсь, вот недавно с супругой ехал. Да правильно? Потому что ты себе право даешь отдохнуть, наконец-то, и быть свободным. Просто болеешь. Потому что с помощью болезни ты получаешь это право. Потому что, когда ты не болеешь, ты право себе не даешь. У тебя устав и правило. А больной, Денис, имеет право, знаете ли, пожить вольно. Да, верно. Ну вот, прям вот про палочку, это вообще вот, вот прям вот в точку. Ну так давай палочку дальше кинем. Палочку кинем. Наверное, буду отдыхать, смотреть на природу, просто, просто, просто жить. Шахматы поиграешь. У тебя есть вот такая волшебная палочка. Три дня, никто ничего не узнает. А ты в шахматы будешь играть, на природу смотреть, ходить. Это, то есть, ты хочешь сказать, что ты самое заветное желание людей потратишь на то, чтобы смотреть на природу. Да? Да, наверное. Буду просто в гармонии, и все. А сейчас на природу тебе не смотрится. Сейчас не нахожу, как вот. Или на природе голая женщина ходит. Нет. Сейчас ходишь просто в потемках, в думках, в суете. Здесь еще есть такой, друг мой, у тебя симптом под названием я задыхался. Да? Вот это, кстати, та же самая метафора про инсвободу. Судя по всему, ты раб своих убеждений с точки зрения нормы правил. И потом твоя работа офицером, и устав, и, возможно, авторитет отчима, и еще каких-то мужчин для тебя. Это, собственно говоря, и есть то, что забивает гвоздь. Потому что ты всю жизнь говоришь фактически мне сейчас следующее. Ты говоришь, братан, я всю жизнь хочу дышать полной грудью. Жить настоящим. Быть творческим. Смотреть на природу. Радоваться. Быть свободным. Но я должен жить по уставу, потому что я буду плохой, как отец, мама и жена будут плакать. Я не хочу, чтобы они плакали. Я должен быть хорошим. И, судя по всему, ты разрываешься между убеждением, что если ты будешь отчасти свободным, настоящим, и жить иногда по уставу и с семьей, то ты это сбалансировать не можешь. А у нас с тобой задача терапии научиться быть и с семьей, например, сейчас просто как пример я привожу, и с семьей, и на работе, и быть честным с собой где-то. То есть где-то ты смотришь на природу, мастурбируешь на дуванчике, а где-то ты по форме строго все как положено. Хороший муж, хороший папа, но потом происходит суббота, и ты идешь, значит, ловить бабу этих мужик дрозофил. Тоже где-то прикалывает. Понимаешь? Вот. Это вариант совмещения волков и овец, если ты помнишь, да? Когда мы можем свое внутреннее реализовать, чтобы были и волки сытые, и овцы целые, тогда ты будешь выздоравливать. Но я не знаю деталей, потому что ты такой парень нормативный, и понятно, что туда копать надо с точки зрения, чтобы ты рассказал, что ты так сильно хочешь, и за что ты так сильно себя осуждаешь. Это либо надо совместить, что ты и настоящий, и себя за это не винишь, и с семьей, и с уставом. Либо ты поднимаешь правую руку вверх, говоришь, а ну его все в жопу, я хочу смотреть на природу. Но если я руку поднимаю вверх и говорю, а ну его все в жопу, я хочу смотреть на природу, я хожу час, два, три, смотрю на природу, а через пять минут думаю, блин, как же я так, махнул рукой и сказал, все, я же подвел маму и жену. И все. И я как отец, который ушел, когда мне было десять. И вот сейчас все обидятся, и все, и что мне делать? И будут плакать, как плакала моя мама, когда он ушел. Получается, твой страх быть с тобой и настоящим подкрепляет страх разочаровать мать и жену своим желанием. Ну да. Я тебе рекомендую сесть на берегу природы, взять лист бумаги и написать правду в строчку, как бы ты хотел жить, какая природа, чем заниматься, чем увлекаться, как жить, а потом бы этот столбик посмотрел, исходя из реальности. И вся твоя психотерапия, это будет некое усреднение между твоим истинным, настоящим желанием и теми реальными обстоятельствами, которые возможны. Где-то подстроиться, где-то принять решение. Возможно, ты очень себя винишь за какие-то желания и решения, которые ты хочешь. И это тебя, поэтому пять лет не напрягает. Ну, здесь, Алексеич, момент такой. Я вот какую-нибудь себе придумаю, извиняюсь за выражение, там, наверное, себе взрослую шляпу и начинаю в нее верить, ну, образно. Какую-нибудь себе вобью и начинаю всем доказывать, что это вот именно... Послушай меня внимательно. Вот эту шляпу, которую ты себе придумываешь, в твоих обычно вот случаях и в тебя, и у тебя есть два механизма. Первый механизм, ты должен лечь в больницу, второй механизм, ты должен отложить принятие решения и переключить внимание. То есть, с помощью симптомов, с помощью плохого самочувствия, ипохондрии, и прочих шляпок, на которых ты загоняешься. Первое. Ты ложишься в больницу и разрешаешь себе выйти из нормативности устава и, наконец-то, вырваться со своей работы из своей семьи нормативно-уставной. И как бы это ни была больница, но это не служба и это не семья. Прикинь. Второе. С помощью болезни ты можешь позволить себе поблажки, которые без болезни позволить ты себе не можешь. Третье. Когда ты отвлекаешься на вот эти заебы и, как ты говоришь, шляпы, ты откладываешь ту реальность, которая на самом деле происходит. А у меня к тебе вопрос. От какой реальности ты переключаешься на мнимые болезни? За стеной, дома и на работе что за реальность? Не знаю. Вообще не знаю. Ну, за стеной, дом, что находишься у тебя? Жена, дети, родители. А на работе у тебя начальник и устав. Что из этого всего тебе очень сильно надоело, но выбраться ты не можешь? Блин, работу я, короче, поменял, завязал с этим. Хотя... И все равно я здесь самый лучший, самый исполнительный. Больше всех я достигаю, больше всех я добиваюсь, меня больше всех хвалят, но мне это все равно мало, но это понятно все. Дома такая же тема. Я должен быть во всем лучше. И с помощью болезни ты разрешаешь себе отдохнуть. Да. Получается, что ты будешь продолжать болеть еще пять лет, чтобы отдыхать, и потому что ты дома лучший, на работе лучший, нормативный, правильный. И с помощью болезни ты говоришь, ребят, вы знаете, у меня инфаркт. Я прилягу на две недельки. Вы поймите, что я лучший, но поскольку у меня инфаркт, я лягу на две недели, а потом приду и буду опять совершать подвиги. То есть ты с помощью болезни даешь себе право на отдых, потому что это входит в твои нормативности. Типа, можно отдохнуть, если ты при смерти. Ну да, это так. А нахрена вот эти подвиги-то для дома, для семьи, для быта, это для чего тебе? Что ты доказываешь этим подвигом? Блин, ну это разобрать, я не знаю, я уже пытался по-всякому, по кому я хочу угодить или кто мне дал эту... Ну хорошо, ну хорошо, что ты чувствуешь, когда ты добиваешься результат на работе, тебе говорят, Денис, ты у нас красавчик. Ну что, я такой, о, ну все, нет, я еще не красавчик, красавчик будет в следующий раз, и я еще дальше, это еще не красавчик, даже когда я красавчик. А кто тебя обычно хвалит? Да хрен его знает, никто. А какой чем тебя хвалил? Никак. А папа? Да, я не помню, никак не хвалил. Такое чувство, что ты все-таки хочешь, чтобы тебя мужики похвалили, все-таки. Там я там и мать так же. Ну да, наверное. Получается, что с помощью своей работоспособности и гиперконтроля ты пытаешься получить то, чего тебе так не хватило? Ну, да. А еще знаешь, какая интересная штука? Обычно в таких историях возникает такая хрень, что я буду идеальным и лучшим, и поскольку вы поймете, что я идеальный и лучший, это обережет меня от того, что вы свалите. Потому что папа-то свалил, и чтобы меня не бросили, я должен быть лучшим. Потому что маленький мальчик подумал в 10 лет, что папа свалил, потому что он не идеальный. Нет, здесь легче. Здесь другая тема. Я думаю, что я, вот, кстати, кейс интересный, недавно смотрел, вот, прямо он мне напомнил, и вот у меня там были как раз такие эмоции, да, можно сказать, я не стесняюсь этого, даже немного прослезился. Если вспомнить про парня, который приходил к отцу, и вот пытался его, как бы, ну, любви, да. Меня постоянно в детстве, то есть, дома вот очень, у нас разница небольшая, 15 лет, он мне, как бы, по крепкому гномию в тот момент утверждался. То есть, может, ни за что там ударить, там, обижал, как бы, постоянно в слезах весь убегал, просто-напросто плакал, и все. И как ты с помощью сегодняшнего поведения пытаешься получить от них слова благодарности, любви и поддержки? И как боишься их не получить своими симптомами смерти и шизофрении? Если ты умрешь, если ты сойдешь с ума, ты больше не получишь этих слов благодарности, что будешь неэффективным. Все контролировать надо, чтобы быть эффективным. А чтобы быть эффективным на работе и дома, нужно все контролировать и много работать, тогда мне скажут, что я молодец. Ну да, тогда, в всяком случае, может быть, обижать не будут. Вот как. Тут, наверное, вот так больше подойдет. Что меня не будут обижать, если я все делаю идеально и хорошо. Да, мне как бы ни за что. Обижать, значит, бросят. Ну да, виноватик не будут, да. То есть, получается, это твоя приспособленческая стратегия, чтобы не остаться одному и не быть брошенным. И получается, что если бы я дал тебе волшебную палочку, ты бы хотел перестать быть идеальным, и ты бы загадал желание. Можно сделать так, чтобы они меня не бросили и не виноватили, но при этом я не так ебашу, как обычно. Ну да. Ты знаешь, даже на на Кавказе, когда там я себя нормально ощущуствовал. Ну и как бы, если там хорошо, наоборот, там было в, как скажем, своей тарелке, вот жизнь вся. Я один вроде бы, да, казалось бы, без всяких напрягов. Ну потому что, когда ты был на работе, во-первых, ты был в своей тарелке, потому что ты вырвался из тарелки невроза. Ты был, хоть и не в безопасности, но ты был честный сам с собой. А сейчас ты в абсолютной как бы безопасности, но при этом тобой управляют невротические амбиции под названием «Я должен быть идеально, чтобы меня не бросили». И тобой работают детские стратегии. А на Кавказе у тебя была взрослая история, что ты сам себе хозяин, сам себе Господь или кто, да, сам себе разбираешься в том, что ты хочешь, не хочешь, делаешь, не делаешь. То есть вопрос сейчас заключается, Денис, только в одном. Про эту волшебную палочку. Как сделать так, чтобы ты и жил так, как ты хочешь, и чтобы ты перестал вот так себя истязать на работе? Нет ответа у меня. Ну, понятно, что ты его не имеешь, что я его нет. Потому что ты пытаешься на работе вкалывать, потому что у тебя есть убеждение, что если ты не будешь вкалывать, то тебя бросят и тебя будут винить. А кто? И тебе надо болеть, чтобы отдохнуть, понимаешь? Ну, да. Мать, наверное. А когда ты болеешь, никто тебя не винит, да? Да. Все заботятся. Переживают. Переживают. Да. А без болезни, забота, переживания ничего не могут дать тебе? Или ты не можешь себе позволить? Наверное, не могу себе позволить слышать переживания. Без этого ты говоришь, я стойкий оловянный солдатик, но можете меня, значит, пожалеть и помочь, когда я болею. Если это так, тогда нам с тобой придется параллельно всему, что я сказал выше, учиться просить поддержки и любви, как бы это ни звучало странным, поддержки, любви и принятия без болезни. Да, верно. без болезни. Мне не надо ложиться в больницу, чтобы ко мне мама и жена пришли за словами Денис, мы тебя очень любим, мы тебя не оставим, ты все сможешь. Без болезни, как это можно сделать? Если бы они сейчас стояли напротив и ты бы им сказал, вы знаете, если честно, мне всегда продолжат. Мне всегда не хватало вашего внимания, любви. И чтобы ее получить, я научился. Да, чтобы ее получить, я научился работать без отдыха. И я бы хотел... Я бы хотел, чтобы вы меня любили просто так, без чего-то, без заслуг. Потому что я, видимо, устал. порядком устал. Вот этот вектор и есть вектор твоей психотерапии. Да, спасибо. Вообще, вот на самом деле где-то тут тронуло, но отсюда понятно, и напряжение идет, и кошмары, и сны, и все, и так далее, и так далее. Но ты же в хроническом напряжении, потому что ты сам нарисовал себе безвыходный, что ты либо будешь плохой, и тебя оставят, и тебе по-другому нельзя. И ты, как знаешь, как Борисовский говорил, велосипед крутить уже невозможно, но если остановлюсь, он упадет. Вот это ты. Где ты уже не можешь крутить эти педали, но думаешь, что если ты их не будешь крутить, тебя бросят, и не будут любить. И чтобы стоять с велосипеда, тебе надо пересесть в карету скорой помощи. Ну здесь еще привычка, видишь, как Алексей, всех, кто окружал столько лет в округе, они все, если я меняю подход, чуть даже себе даю расслабление, просто даже чуть-чуть. Все, у меня начинается от чего, от того, от того. Я начинаю сразу, ты же не такой, ема, ты должен был взять лопату и принять мяч. Что ты имеешь в виду? Ну то есть, что ты там, допустим, образно там, охота тебе просто лечь, нафиг и спать, просто спать. А, что ты лег спать, что ты устал, вот давай дальше и вперед, пошел дальше, встал, ну да, блин, надо мне дальше помчал. Так. Копать. Ну, вывод какой сегодняшнего занятия? Вывод такой сегодняшнего занятия, что надо научиться принимать любовь, быть, понять, что я нужен семье, людям, не только для того, чтобы заслуживать, а просто жить. Как может выглядеть эта равновесная середина, где ты просишь, живешь, но в то же время и где ты иногда и стараешься, но где-то просишь, чтобы тебя принимали и без этого. Но тут даже, понимаешь, тут проблема не в них. То есть, если бы я сейчас позвал бы твою мать и твою жену, они бы сказали, да мы его любим таким, как он есть. Мы его всегда любили таким, как он есть. Ему не обязательно болеть. Он нам не разрешает полюбить его просто так. Он сам, как белка, в колесо прыгает, и мы готовы его любить и без этого колеса. Но он говорит, нет, я пойду героически в колесо. Так мама и жена бы тебе сказали, слушай, да не крути ты так педали, если ты так устал. Ты говоришь, нет, я должен крутить педали. Потому что разрешить себе, ты себя разрешаешь, только когда ты сам перед собой этого заслуживаешь. Блин, низкий поклон. Вообще, я прямо запишу себе тезис на вот это. Ну, ты потом в инстаграме переслушаешь. Конец, конец, конец. Да, верно. Повтори эту фразу. Я должен, как это, я сам себе разрешу, только когда пойму, что я этого достоин. Значит, задача какая? Разрешать себе. Чего сейчас чувствуем? Легче. Улыбку просто налицелую. Ну, вот это то состояние, которое я хочу, чтобы ты запомнил. И когда ты себе это разрешишь, тогда тебе будет легче гораздо житься. Вообще, в принципе. Ты сам себе поставил условия, при которых якобы тебя жена и мама принимают. На самом деле, сделай новое поведение. Будь не в этом смысле. И скажи себе, до меня можно любить и уважать, если даже, если я не на 100%. Ну, в этой концепции. Ты сам себе вменил правила, при которых ты разрешаешь себе себя любить. Ну да, ну, это и в принципе во всем. и в общениях везде. Меня все должны, то есть, как бы, я себе придумал, что меня должны запринимать за что-то. Вот сейчас это все. То есть, я должен работать, быть друзьями безотказным, товарищем везде и так далее, и так далее. Но я должен что-то делать для того, чтобы меня просто-напросто были. Поэтому я, собственно, вот этот весь разгадка, да, поэтому я, собственно, реагирую на друзей. Там, если кто-то что-то на меня обиделся, если думаю, за что он на меня обиделся, я вроде бы все и себе хожу целый день, думаю в голове, за что же он на меня обиделся. Так прикол в том, что ему похер. Как и жене с мамой, понимаешь, что ты крутишь педали на 100%, что ты крутишь педали на 50%, и вообще все равно они не оценивают это. Это ты оцениваешь. Вопрос последний. А сколько ты занимался психотерапией? Ты же миллион психологов был. Миллион сколько? Ну, сейчас скажу. 11. Прикольно. 11 психологов. Ну, я надеюсь, что 12-й будет придерживаться того вектора, который мы сегодня с тобой обсудим. И не считая двух гипнологов еще. Ну, это не считается. Ну, да. Вот. Ну, и миллион книжек, начиная там от кляща, заканчивая всеми другими товарищами. Ну, книжки, понятно, хорошо. Ладно, спасибо тебе большое за откровенность. Я надеюсь, это было интересно и полезно. Да, я хотел сказать всем тоже большое спасибо, чтобы они вот на самом деле не опускали руки, а вот жизнь прекрасна и низкий поклон это вот один из немногих людей, чтобы, кто сейчас слушает, да, меня, видели о том, что который человек вот просто-напросто живет для людей с душой. Вот. Я хочу просто вот пожелать тебе, блин, многих лет жизни, реально, большое спасибо, вот, низкий поклон от души. Спасибо тебе за добрые слова, я просто люблю ту работу, которую я делаю. Спасибо тебе большое, успех. Счастлив. Всех благих. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Давайте я включу комментарии и немножечко прокомментирую наш кейс. Денис, спасибо тебе еще большое раз. Еще раз спасибо большое. У меня уже все, четвертый час пошел, я заговариваюсь. Что мы видели? Мы видели очень типичный клинический кейс, где и панический, и ОКР и обсессивный, и навязчивый, и пять лет, и это, и то, и в общем тут комментировать, я же не знаю как. В общем, мы все видели, как разбирается ОКР, и как в принципе вот одна консультация, и мы уже видим тактику, ну вот в принципе дальше вести по этой линии, и собственно говоря, не нужно тут страдать, что-то там пить, гипнотизировать, лечить. Я уверяю, что вот этот случай, это, ну там, я не знаю, три-четыре консультации раз в неделю с точки зрения того, чтобы он действительно начинал понимать. Просто надо все время встряхивать, все время держать в правильной тактической концепции, а не рассказывать про ОКР, панические атаки, о том, что надо прорабатывать, надо прорабатывать мировоззрение, надо это долго, надо прорабатывать. Вот он, блядь, с один с такими психологами его прорабатывал, понимаете, который ему все рассказывает, что прорабатывает. Вот такие прорабатыватели, мне хочется им покричать, ты проработай, ёпта. Спасибо. Спасибо вам большое, как вам, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы будете довольны. Мы заканчиваем. Спасибо большое. Ваш Алексей Красив, Школа эмоционального интеллекта. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok